Саран-саран, с вами Ари Ран, и это он самый еженедельный дайджест кипов новостей Blackpink, вернуться в июне, господи, говорю, сама себе не верю Рано, наверное, еще радоваться, подождите, у нас опять 25, кто-то опять снова требует Расформировать Супер М Еще у нас CG Entertainment и Big Hit Entertainment пуляют всякие штучечки про будущие реалити-шоу, проект И будущих артистов, вернее, их создания И еще наши любимцы заваливают нас танцевальными видосами, сногсшибательными Сводят с ума, да, об этих и других новостях прямо сейчас поподробнее поговорим Полетели Начну я, пожалуй, с реалити-шоу на выживание, которое стартовало в Китае Называется Producer Camp 2020 По итогам будет создана группа из семи девчонок В качестве наставников там выступают, во-первых, Мун Бо И И не знаю, это какая-то китайская знаменитость А также три бывших артиста SM Entertainment Виктория из FX А также Тао и Ухан из EXO Все бывшие уже участники На данный момент они даже выступили на одной сцене Во-вторых, в качестве тренинг-участницы принимает там участие Вана Я знаю, как многие мои авики крепко поддерживают ее И да, давайте пожелаем Светлане удачи, потому что, мне кажется, у нее есть все шансы Но если не победить, то хотя бы прекрасно себя проявить и показать Поэтому держим кулачки Еще у нас SM Entertainment запустили серию онлайн концертов Называются они Beyond Life И выходят они на Beyond Life И на Ви Плюс уже прошли концерты Super M Вэйби и NCT Dreamac сегодня должен быть А, возможно, уже был Так вот, естественно, не обошлось без негатива Как обычно, представители некоторые фандомов XL, CJ Nee и Шаволов Выступили снова за расформирование этой группы проектной Super M Под возунгом фанаты не банкоматы Потому что онлайн концерт Super M прошел на платной основе Все желающие могли посмотреть его за 30 долларов И SM Entertainment предупредили, что все сливы Либо пиратские трансляции будут сурово караться Вы мне обязательно напишите свое мнение по этому поводу Хотя мы уже Super M обсуждали на канале Обсуждали, обсуждали Но, блин, меня действительно удручает Что многие не понимают таких очевидных вещей И начинают сравнивать с Benvencon Который прошел на канале BTS абсолютно бесплатно Ребята, эти концерты Bantan, которые были показаны Они снимались ранее и продавались Сейчас по решению BeKid были показаны ARMY Возможно, кто-то даже купит, пойдет их после этого Но онлайн концерты SM это специально подготовленный онлайн проект Который несет определенные расходы И в нем задействованы люди, которым нужно оплатить их работу Да те же сами артисты Более того, сейчас в кризис, в эту всю пандемию Многие компании переходят на онлайн бизнес И SM не исключение Наоборот, замечательно, что они не простаивают И ищут пути заработка Любой бизнес, ребята, это максимизация прибыли в первую очередь Кто-то, вероятно, думает, что когда предприятие ставится на паузу и не работает Оно перестает не только зарабатывать деньги, но и тратить Нет, ребята, эти огромные корпорации каждый день продолжают сжирать огромную сумму денег Каждый час, даже когда они работают Это огромный убыток Мероприятия, которые переносятся на будущие периоды Или отменяются сейчас Так или иначе несут определенный расход уже потерянный и безвозвратный Также нужны средства для подготовки будущих уже плановых каких-то мероприятий, которые начнутся после карантина Еще хочу напомнить, что никто не заставляет фанатов покупать и платить или доставать что-то из своего кошелька Точно так же могу сказать и про BigHit, когда некоторые жалуются, что BigHit делает все только ради бабла Сколько уже можно BTS везде пихать и на всем зарабатывать деньги Аналогичная ситуация Когда некоторые из компаний... Я не бомблю, все нормально Когда некоторые из компаний не могут финансово обеспечить своих артистов Либо снимают низкокачественный контент, либо не платят зарплаты Поклонники жалуются на агентство за неумение управлять своим бизнесом И жалеют группы несчастные, которые распадаются Но когда компания работает на опережение и максимизирует свою прибыль Фанаты начинают жаловаться, что нам халяву Давайте, вот посмотрите, как у тех мы тоже хотим Это в корне неправильно, ребята Мне вообще не нравится такой подход И вот эта вот драма, трагедия вокруг проектной группы SuperM Мне кажется, раздута просто до предела Конечно, есть свои минусы Поскольку некоторые из мемберов и так задействованы И идет у нас перегруз Но в то же время некоторые из мемберов сейчас не настолько активно задействованы И это возможность их дополнительно заработать Встретиться с фанатами, быть востребованным Также, пусть мне не сильно нравится этот лего конструктор SM Окей, хорошо, но как экономист или как креатор Я прекрасно понимаю все вот эти вот стратегические решения SM И более того, SM всегда славили своими ноу-хау И попытками пробовать что-то новое При этом использовать уже какие-то проверенные модели И активно их применять И именно это привело SM Entertainment в большую тройку Сделало его лидером в кей-поп-бизнесе В кей-поп-шоу-бизнесе И чем большего успеха добивался Лисуман Тем больше его критиковали Но это мое субъективное мнение Поэтому я хочу услышать ваше объективное в комментариях Что вы по этому поводу думаете? А мы едем дальше Гип-гип, ура, ребята YG Entertainment подтвердили Blackpink вернуться в июне Ну, все, говорят, что даты еще не знаем Сообщимся, как обычно На новостных порталах уже появилась информация О том, что это, возможно, будет середина или конец июня И девушки уже закончили запись альбома, музыки И в данный момент занимаются съемками клипа Наверное, поздравлять блинков еще рано Но радоваться, я думаю, в самый раз уже, ну, хотя бы чуть-чуть можно Но не сильно много радости у нас пока что Потому что опять пошел какой-то всплеск волны негатива и угроз в адрес Лисы из Blackpink Я не понимаю, что это произошло прямо именно сейчас Хотя это, в принципе, ситуация не только в адрес Лисы, а всех айдолов была всегда Но вот посольство Таиланда отправило информацию в YG Entertainment Связано с угрозами и негативами в адрес Лисы И YG тоже ответили, ну, таким стандартным своим заявлением О том, что они борются и будут бороться с злонамеренными комментаторами И беспокоятся, заботятся о защите, короче говоря, своих артистов Предоставлением полной безопасности вот такой Не знаю я, что там сейчас произошло Напишите мне, может, я что-то пропустила Уже третий ролик подряд Я говорю про Лису и ее хореографию Танцевальную, господи На сей раз это мемасики Мемасики, которые облетели интернет И эту акцию поддержали не только нитизены Но и СМИ, и разные знаменитости Короче, разобрали по кадрам ее видео Я вам, наверное, повставляю эти мемы, чтобы вы тоже поугарали Что касается хореографии Кай выпустил танцевальное видео на IC Блин, елки-батолки Ребята, насколько я люблю это выступление Насколько я люблю это хорео Кай, я в нем И вообще эту песню, эту атмосферу Я продолжаю залипать на этом видосе Снова и снова Каждый раз я открываю какие-то новые грани Этой хореографии И вообще этого парня Кай сам сказал, что не помнит Когда он это снял Самое видео опубликовал Протехореограф СМ Энтертеймент Спасибо, угодили У меня тоже случаются провалы в памяти Кай, ничего страшного Я рада, что я такая не одна Ну что касается еще хореографии Ребята, запулил Я бы так сказала Пришип своей хореографии Вообще своим релизом Сольным Эйт The Eight И Seventeen Так вот, песня его называется Falling Down Ага Ну, песня шикарнейшая Кстати, ворвалась уже в мировые тренды Но хореография Вот этот видеоряд Ребят Ребята Если не видели Вот оставлю ссылку в описании Пойдите, посмотрите Конечно же, визуальный ряд Освещение Вся эта подача Работа операторов Ну, как обычно В общем-то Да Но хореография И вообще пластика Пацана Этого Артиста нашего любимого Там еще с ним кто-то танцует Значит, да Она в некоторых моментах Ну, настолько Изящная В других Какая-то, наоборот Такая размашистая И это история И ты в нее просто Бах Провалился И что делать Как вылазить Не знаю я В конце этот туман Там, вы знаете Мне кажется Очень глупо Бакомысленно Там можно раз в 500 Пересмотреть И ты всего не поймешь Что там вообще Но вы мне напишите Ваши теории О том, что происходило В этой Всей истории И Я не посмотрела Еще с переводом Но я обязательно посмотрю Кстати Еще один из вапок Стрейкиц Выпустил Хореографию Но я еще не успела Посмотреть На какой-то релиз Билли Айлиш Только вышла Не успела глянуть Вам сообщаю Но сама еще комментировать Не буду Потому что Не видела Tomorrow Bye together Блин, забыла Как у них альбом Это называется Этернити Ребята Да-да Вот-вот Скоро вернутся У нас с Этернити Значит И как и бантаны В принципе Бикит в своем ключе Текстишки Нас тоже продолжают Забрасывать контентом Фоточки Какие фото Их так много И вы знаете Все сеты Мне так нравятся Я даже не могу Какой-то конкретный Выделить И фоток Их так много И они все Какие-то такие разные И столько там Шикарных таких фотографий Хочется все с вами Обсудить Но некоторые Там прям просто Зависаешь Залипаешь И не можешь Оторваться И что-то думаешь Думаешь Короче не знаю Мне очень нравится Их камбэк трейлер Который вышел У меня есть реакция Там я все сказала Просто Любимое мое стекло Хочу Да Хочу Вы мне там писали Всякие свои мысли По этому поводу Еще у них вышли Тизеры У каждого мальчика Я снимала реакцию Удалилась Она все Не выйдет Тем не менее Вроде бы Типа один-два кадра Вот несколько секунд И драма Драма Которую каждый мальчик По очереди Показывает Ну во-первых Хочется сказать Что ребята Еще не обросли Вот этим своим Индивидуализмом Индивидуал Ну не короче В процессе Их взросления Профессионального Это все у них Пребудет И созреет Они сейчас Прям такой шикарный Шикарнейший Пластилин Для спецов Бигхит А Бигхит Умеет создавать шедевры Но у меня вопрос Как режиссеры И сами артисты Умудряются Через Ну вот Как бы драма Сколько мы Эта драма Видели Но они Как-то Умеют нажимать На те самые Кнопки В моем сердце Что я смотрю И все И мне Давайте продолжение Срочно Все Больше у нас Новостей Про артистов Айдолов Вообще Короче Уходят все Служить в армию Все пошли в армию Что такое Ладно Я шучу Ну как положено Айдолов Количество растет И уходящих Тоже растет Это и Джено Из Пентагон Сонже И Хеншик Из Битуби Я уверена Там длинный-длинный список Я про всех-то и не упомню Но конечно же Поподробнее остановлюсь На Чун Мене Сухой Сейчас служат Сложнее всего Сложнее всего было С первыми Чем дальше Тем как-то попроще Но годик-полтора-два Вернутся Все соберутся Хотя бы эти трое А другие пойдут И продолжайте Меня спрашивать Что будет с группой Сейчас Что будет потом Будет группа работать Что сейчас Что когда вернутся И потом Ничего Ребят не поменяется Кроме того Что мемберы Какое-то время Будут отсутствовать Все будет хорошо Но с другой стороны Я мне кажется Все время В эти моменты Говорю Что мы гордимся Нашими мужчинами Которые пошли Служить Всем уходящим Спокойной службы Я не знаю Спокойного сердца Мы их всех будем ждать Любить Несмотря на то Что они Немножечко Сейчас в стороне Находятся Кстати Релиз сольный Сухо Прям такой Жирный Чертой был Можно было Еще тогда Догадаться Что скоро Но в принципе У него уже возраст Тут и догадываться Не нужно Ему уже была пора Манста Экс У нас Перенесли свой Камбэк Все по причине Того что Ушину Травма спины Во время подготовки К камбэку Во время практики Стал он жаловаться На боли Обратились к врачу Прописали ему лечение И он его В данный момент Проходит Естественно Лекару рекомендовали Уменьшить максимально Нагрузку И компания Думала Думала Че да как Короче Решили перенести Полностью Некоторые из групп Возвращаются Просто в таких ситуациях В неполном составе Но я считаю Что наверное Перенос Это правильно Камбэки Камбэки Неполные По причине Проблем Со здоровьем Одного из Мемберов Каким бы это Не было Ярким событием В плане Камбэка И промо Для фанатов Все равно Оставляет Какой-то Отпечаток Неполноценности Ощущение Что кому-то Из ребят Сейчас Ну в общем-то Не лучше У него времена Ему сейчас Не очень хорошо Поэтому будем Ждать Монстят Когда они Все поправятся И вернутся И шарахнут В полном составе И тогда Уж ничего Не может А у нас Опять двойник На сей раз На Йон И Ствайс Девочку Красавицу Зовут Ким Су Джон Она Актриса Начинающая Лет 10 назад Уже засветилась На телевидении Сейчас она Ученица Старшей школы Искусств Вспомнился Мне Кирин Вдруг Кому-то Пишите Плюс Кто меня понял Так вот Ее фотография Выпускна Или как это В общем Попала В сеть Все Все очарованы Во-первых Ее красотой А во-вторых Ее сходством С На Йон Я смотрела Смотрела Не вижу Я ничего общего Ну нет Нету Некоторые черты Может быть Вот да Но как-то У девочек Изюминка Очарования У каждой своя Но оставлю Это опять На ваш суд И даже здесь Бумкну опрос Давайте решать Она больше похожа Или больше не похожа Пришло время У нас Обсудить релиз Аю И Шуге Вот Вы знаете Немножечко Ая ушла От своего образа Вот этой вот Алисы Сказочной Хотя Такая фишечка Все равно В клипе присутствует Но словно Она примерила Более взрослый Более зрелый Образ Я это так почувствовала Плюс Некоторые моменты Ненароком Примеряешь К себе Пропускаешь Через свое сердце Как Чувствуя себя Что ли На этом месте Сама песня Выше всех похвал Голос Шуги Его партия Они настолько Лаконичные Уместные И комфортные В этой песне Да что я говорю Ребята Вы уже все слышали И слушали И сам перевод Я еще не читала Тем не менее Многие Сочли этот релиз Посвященным Соли Которая уже ушла Или возможно Даже в принципе Подругам Аю Которые покинули Этот мир Конечно же Это В десятки раз Умножает Впечатление От самого релиза Некоторые Даже нашли Общепохожие Кадры Соли И Да Там по-моему Даже есть строчка Теперь ты счастлив Или теперь ты счастлива Со знаком вопроса Пишите мне свое мнение В комментариях Как вам этот релиз Я не знаю Стоит ли говорить Что он Сразу же Заработал All Kill То есть Это первые места Во всех главных Чартах Кореи И наверное Стоит говорить Потому что Поставил рекордик На дымке Милон Я имею ввиду За первый час прослушивания Там по 200 тысяч Или около того И что примечательно Алиса Опять она Точит Коготочки Но мы подождем Ну давай Поздоровайся У нас дубль Номер два О чем я говорила Один из таких рекордов Уже Айу Принадлежал С ее Лав поэм Прикольно Что потом Выпустили Он свою Банданы И ее рекорд Побили А теперь Совместная песня Шуки с BTS И Айу И вот Они снова Поставили новый рекорд Короче Вау Пишите Не пишите Пишите Так что у нас По бантосикам Ребята продолжают Подготовку К альбому В этот раз Они его готовят Практически Полностью Самостоятельно И как они обещали Показывают Весь этот Подготовительный Процесс Нам То есть Армия Это так Прикольно Наблюдать Они поделили Свои Обязанности Кто-то там Музыку Концепты Обложки И все такое И мне почему-то Кажется Что этот Будущий альбом Вберет еще Больше Индивидуальности Этой семерки В себя Еще больше Чем Мод 7 Но кто смотрит Все выпуски Пишите Как вам Потому что Я смотреть не успеваю Я постоянно жалуюсь Я смотрю кусочками Либо отдельные Какие-то выдержки Главные мысли Которые не говорят Поэтому остаюсь В курсе Всего Ты куда Прошлась по микрофону Происходящего Пикхит энтертеймент И CG энтертеймент Продолжает нам Всякие Знаете Спойлеры Ну не спойлеры Ну в общем-то Рассказывает нам По чуть-чуть Вот так Что нас ждет В предстоящем Реалити шоу Я уже о нем говорила Да То есть по всему миру Будут собираться Различные таланты По-моему Речь идет О парнях И мы будем Следить В рамках Реалити шоу За рождением Люблю такие штуки И я теперь Так хочу Так хочу Побыстрее Хочу Мне кажется Это будет что-то Сногсшибательное И мне нравится Что реалити шоу Формат на выживание Потому что ребята Вроде как будут Конкурировать Между собой А также наоборот Работать в команде Он там по себе Интересный А в таком ключе Ах Да Вот этот вот Куб В их тизере А еще там Есть яйцо Так ладно Ребята Очень много Получилось новостей Наверное Видео И так уже длинное Но я хочу Вам еще Что-то Рассказать Но оно не вмещается Вы меня просите Снимать новостные Выпуски Побольше И почаще Я буду стараться Вот И не забывайте Пожалуйста Ставить большие Пальчики вверх А также Подписываться На канал Чтобы наши Семьи Коросла Чтобы вы были В курсе Происходящего А у меня Было больше Мотивации Заботиться О нашей Большой И уже И без того Семье Все Погнала я С вами была Ари Ран Я вас всех люблю И целую Пока 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 Семьи